здравствуйте дорогие друзья и так хорошее слово и так кончается повествование о первом годе блуждания вышедших людей из египта по пустыне продолжение через книгу четвертой книги хумаша бемид бар которая начнется с переписи населения а сейчас между ними вот сложная очень такая целиком занявшая тему книги воикра тема посвященной работе в храме жертвоприношением и в общем то святости воикра это книга о святости нам предлагается за промежуток времени примерно там в два месяца попытаться что-то сделать серьезное со своей душой обратите внимание вот ведь в мире все видно чек просто выводы не всегда правильно делает долгут рассказывать нам о чуде которая чуде содержащегося в как ограниченное в неограниченном или наоборот во бьерусалинском храме стояли люди рядом вот так плотно и друг другу нельзя было не пошевелиться однако когда во время службы надо было преклонить колени и пасть ниц перед божественным присутствием храме и еще и направление так сказать морально правильным то находилась всегда великолепно место и вообще потрясающе все понятно что храм это над временем но нам рассказывается здесь очень важный моральный и практический урок этот урок вытекает из этого феномена и его надо осмыслить когда люди настаивают на том что они твердо стоят на своих позициях принципиально они только правы вот их мир становится тесным мир становится тесным когда люди не слышат друг друга мир становится тесным когда люди не могут ничего вообще кроме своей позиции видеть мир становится тесным и клиент всегда прав это ключ к успешному коммерческому мероприятию но это не в торе немножко иначе здесь тора вновь и вновь делает нашу личную ответственность упор вот на нашу личную ответственность перед миром и перед обществом целом да этот мир намного больше зависит от каждого из нас чем нам вообще кажется мы думаем что мы маленькие ничего подобного мир так устроен что наш мир это тоже огромный мир которого компонуются многие мы ответственны за свой за маленький сказали мудрецы что тора это не летопись а учение это учение имеющее отношение к любому человеку в любом поколении и актуальное всегда вообще обратите внимание смотрите что делается в мире думать что я могу сделать великолепное оружие в твоих руках изучение тора это самое серьезное наш урок это самое серьезное оружие незаметно для самого человека перестраивает во первых написала каббала что тора вот мы просто учим урок просто читаем и потихонечку идет перестройство внутреннего организма ты становишься мудрее чище благороднее меняется молитва другая становится у тебя ты ближе поднимаешься к богу это не видно видно тора знает что делает человек обращать внимание начинает на свои недостатки только когда читает то он начинает с ними чуть-чуть бороться все это приносит его благословение ему близким семье влияет на мир в целом вот что нам хочет доказать книговый экран каждый день написано в каббале проведенной бесторы это потерянный день день который ты проиграл и поэтому это это война это война за твою душу идет на земле и человек хочет быть свободным ни от кого не зависит но быть свободным это значит понимать куда ты идешь и в каком направлении что там будет в конце если человек не знает то он не свободно ему кажется ему кажется тора дает нам возможность вот эти вот ставить на перед нами цель указывает нам каким образом ее достичь и наша жизнь становится вполне есть история интересная про одного человека который у него был друг знаменитый яхтсмен очень такой опытный мореплаватель он преподал им однажды урок он сказал ему если ты хочешь насладиться свободой открытого океана то сначала ты должен стать рабом компаса о чем тут разговор новичок может усомниться вот в совете этого опытного профессионала зачем мне слушаться там этой когда крутится такая маленькая почему не могу плыть куда хочу вот у меня парус вот у меня мотор там моя яхта но любой разумный человек понимает что без ориентирования без компаса короче говоря на мы будем ходить кругами или барахтаться на месте только следуя какому-то курсу мы поймаем ветер в паруса сможем испытать наслаждение от плавания если хочешь насладиться самое умное здесь свободой открытого океана сначала мы должны стать рабом компасом тора это компас жизни она дает нам способ ориентирования благодать чему мы знаем куда идти как туда попасть без руководства указания торы мы пропадаем в бурных водах этого мира это знал тот кто создал этот мир без системы духовного руководства мы ничего рабе акива сказал что тора это миква который очищает и при изучении ее даже на самом поверхностном уровне потихонечку снимается вот это с нас слои человек должен знать и запомнить что каждое выученное слово каждый урок каждый исполненный заповедь меняет судьбу всего сущего на земле вот это ослабляет власть египта и повышает твои шансы быть хорошо пройти этот мир тора учит нас что нельзя допускать чтобы прошлые ошибки ныне здесь сейчас нас парализовывали тора учит нас улыбаться научит нас воспринимать каждый день как новое начало как новый шанс начать новую жизнь все заново и не быть рабами вчерашнего дня брахова от слаха спасибо что услышал этот урок и распространяет это значит что мы участвуем в войне как очень серьезные и победители брахова от слаха